Всем привет, друзья! С вами Ирина и Нуки. Сегодня мы снимаем свой огород на балконе. Нуки испугалась машинки большой, мусоровоза. У нас наконец-то потеплело. Предыдущие две недели были очень холодные. Было довольно сильное похолодание. Опускалась температура по ночам до 5 градусов. И все растения на балконе просто замерли. Перестали развиваться и расти. И вот на прошлой неделе началось немножко потепление. И только через неделю у нас начнется более-менее лето. И в принципе я вижу, что растения потихоньку тронулись в рост. Снова после похолодания. Немножко оживают. Ну потому что действительно на той неделе позапрошлой, или когда она там уже была, я сбила со счета. Было довольно холодно. И все у меня оставалось на балконе. Потому что заносить особо некуда. Так, ну начнем. У меня здесь нуки. Что-то унюхала. Рассада. Это три огурца, которые я высадила заново на рассаду, чтобы пересадить их на свой огород на участке. И один перчик. Ну не знала я просто, что перцы настолько долго растут рассадой. В общем нужно было сажать его раньше. Теперь я знаю, опыт есть. Огурцы надо сажать значительно позже на рассаду. Перец намного раньше. Дальше у меня здесь заколосилась просто мята. Довольно агрессивное растение. Она заняла прям весь горшок. Хотя на самом деле изначально росла только в центре горшочка. А по бокам была высажена петрушка. Тут вот, кстати, с краешку видно петрушка. Один кустик. Вот. Все остальное мята. Один раз я уже срезала, сушила. И это уже нужно второй раз срезать. Дальше в горшочке мелисса. Мелису я еще не срезала, но уже надо. И прошлогодняя петрушка пошла вся уже в стрелку. Эта зелень растет у меня в этих горшочках второй год. Вот. Поэтому она особо не уходила в зиму. В принципе, всю зиму простояла такая зелененькая. Но, естественно, я срезала на зиму. Так. Вот тут петрушечка тоже более-менее. Какая-то ушла в стрелку. Какая-то еще дает листочки. Но, если честно, растет она сейчас очень медленно. Я так думаю, что это из-за холодов. Тут у меня хризантемка, на которой вот такие вот пятнышки. Она была куплена совсем крошечной. И теперь такой кустик разросся. Я ее пересадила. Большой горшок уже два раза пересаживала. Такой немаленький кустик. Но цветочки почему-то, то ли их кто-то кушает, нужно присмотреться. Скорее всего, там их кто-то подъедает. То ли это раскрываются сейчас бутончики, которые в магазине плохо сформировались. Ну, в общем, не знаю. Посмотрим. Но цвет, конечно, симпатичный. Такая салатовая серединка. Так, и в этом горшке у меня два прошлогодних помидора. То есть, это у них второй год вегетации. Сейчас они давали очень-очень мелкие плоды. Буквально вот так вот. И уже начинали спеть. Ну, вот остатки после холодов еще дозревают. И уже налились такие покрупнее плоды. Но он, в принципе, сам. Этот сорт такой мелкоплодный. Но не настолько. Вот это вот из-за того, что было холодно. Они просто такой прям горох давали. А этот кустик, две ветки у него полностью заразились паутинным клещом. И отсохли. Ну, я там листочки посрезала, поубирала. Один раз обрабатывала октары. Но, в принципе, особо с ним не заморачивалась. Потому что, ну, второй год вегетации. Как бы томаты могут болеть чем угодно. Вот здесь тоже, видите, листья. Такие более старые. Все уже в пятнах. Но молодые идут нормальные. Листочки, вот. Хоть и немножко так покрученные. Но холодные было. Кто же согласится расти в такую погоду. Но вот этот томат тоже нарастил заново. Всю вот такую зеленую массу. Я уже не считаю, какого порядка у него пасынки. Они просто посынкуются и посынкуются постоянно. В основном сейчас вот с поднизу растут. Но вот этот начал свисти. Все старое я убрала. Это новое наросло. Так, и здесь у меня горшок голубики. Голубика тоже застыла. Особо не росла. Ну и, естественно, не спела. Но сейчас я вижу, что потихонечку набирает. Набирает объем. Вот так что, возможно, скоро-таки будет какой-нибудь урожай. Вот так вот кустик выглядит. Это голубика у меня, по-моему, уже третий год. Ну, в общем, в прошлом году... Да, в прошлом году был ее второй год. И мы уже попробовали немножко ягодок. Это уже третий год. И она, конечно, так, завязала побольше. Я ее не пересаживала с тех пор. Вот как высадила в это ведерко. Так она у меня и растет. Хочу, наверное, снять мульчу. Она у меня здесь очень толстым слоем. Сантиметров пять, наверное, наложена, чтобы зимой не замерзала. Вот, надо, наверное, ее снять и досыпать земли. Я купила для нее торф. И был у меня... Вот в чем она растет. Это земля для рододендронов. Вот такая вот. В эту я пересадила заодно новую голубику. И сделала смесь с торфом. Ну, в общем, нужно в нее что-то досыпать, чтобы заодно немножко еще подкислилась. Ну, и новая земля никому не помешает. Ну, елочка у меня тут такая просто стоит. Конечно, ее давно пора пересадить. Вот, что удивительно, несмотря на то, что я не уделяю как бы должного внимания, только сухие ветки обрезала, она, тем не менее, растет и растет. То есть, достаточно выносливое растение. Я просто не знаю, что это и куда я потом дену, насколько большое она может вырасти. Вообще, это не комнатное растение, однозначно. Так что, не знаю, что с ней делать, но растет. Пусть растет, надо пересадить, позаботиться. Так, и осталось три черенка винограда. Они тоже у нас пойдут на огород, просто там пока, в том месте, где мы их еще хотим высадить, еще будет строиться гараж совсем рядышком. Ну, вот они пошли, молодые листочки. Расти после этих похолоданий. Вот, это они были у нас высажены в феврале укорененным черенком. Ну, в смысле, мы их укоренили сначала, да, а потом уже высадили в горшочки. А, и помидор тоже. Рассада помидора. Один помидор остался, он был еще маленьким для того, чтобы высаживать. Ну, вот он прям такой теперь подрос. Уже на этих выходных высадим. Так, и здесь у меня три новых моих поселенца. Я купила два куста голубики, чтобы моей не скучно было, и один кустик клюквы. Сейчас все так плотненько у меня стоит. Давайте попробую показать. Расставив. Купила сорт река. Здесь у меня дюк. Ну, и клюква там одна в Деннере. Не помню, как называется. И брусника у них тоже одна. У меня есть теперь и клюква, и брусника. Так, вот этот вот река, она была с цветочками и завязала уже такие ягодки. Я пересадила. Пока тоже временно. Скоро, чуть-чуть еще позже, через недельку или две, пересажу в больший горшочек. Вот в эти строительные ведра надо только в них понаделывать отверстий. Так вот, она была вся уже цветущая. Вот, позавязывались ягодки. Тут на них, на некоторых растениях живут маленькие паучки и ловят маленьких мошек. Я, в общем-то, не думаю, что это страшно для голубики. Наоборот, мне кажется. Так что я их не трогаю. Вот, голубика уже дает прирост. Вот это все, молоденькие веточки, прирост пошел. Ну, и, в общем-то, хотя бы парочку ягодок, может быть, попробуем. Ага, дальше мне нужно тоже отставить. Дальше дюк. На нем буквально вот пару цветочных кистей было. Здесь одна. Где-то еще. А вот на кончике две ягодки. Может быть, будет, может быть, нет. Он был поражен тлей. Прямо она сидела на молоденьких побегах и сжирала молодой прирост. Я не знаю уж, ест она или не ест. Но, в общем, молоденькие веточки были покручены, покручены. Я промыла их хорошенько водой под душем. Все, все голубики. И обработала октары, по-моему. У меня какой-то раствор оставался. Кстати, он там чуть ли не недель на давности был. Так что, я не знаю, то ли она помогла, то ли просто душ помог. Потому что я их так хорошенечко промыла, подстроила воды. И вот новые приросты уже совсем красивые, зелененькие. Вот. Так что, растенька принялась. Ну и клюква. Приехала ко мне вот здесь обрезанная. И вот это вот все веточки, которые уже торчат в стороны. Вот это все. И вот это вот сверху. Это прирост. То есть она так прям быстро рванула в рост. Я не ожидала, что она так умеет. Ну, естественно, никаких цветочков на ней нет. Вообще не знаю, когда она цветет. Может, она летом еще будет свистеть. Ну, в общем, вот такой вот у меня теперь пальма. Такая пальма. Вертолетик полетел. Здесь у меня большой куст горошка, который было жалко выкинуть. И он начал плодоносить. Но дает он вот такие вот стручки. Жалко выкинуть, потому что вырастила на микрозелень. Срезала, а он все продолжал и продолжал расти. Я просто высадила. Вот. Это была обычная крупа пищевая, которая... Ну, как крупа. Горошек пищевой, который вот в магазинах в еду продается. Для еды. Ну, в общем, потихонечку можно чего-нибудь покушать. Но, конечно же, это не те большие красивые строчки, которые хотелось бы видеть. Вот. Тем не менее, что-то есть. Гороховый вкус. Но в следующий раз я так не буду делать, конечно. Это не оно. И дальше у меня два дерева инжира. В начале весны они отрастили вот эти вот красивые фиги. А после вот той недели похолодания они выпустили довольно-таки быстро вот этот прирост с новыми фигушками. Вернее, прирост они выпустили раньше. А вот эти вот новые инжирки начали расти совсем недавно. Так, и вот здесь тоже начали расти. Здесь, смотрите, вот эти вот две по ним видно. Они такие неказистые. Это вот. Это прошлогодние, с которыми я их уже купила. Если я не ошибаюсь, сфокусируйся, камера. Вот эти вот четыре, это новые. И вот там вот дальше, видите, в пазухах листьев только начинают прирастать, нарастать. Но вот тут вот, на этом же инжире, на ветках уже наросли. Здесь тоже ветка двоится. Что-то там растет. Так, а это второе дерево инжира. Он прям завертел себе макушку. Ну, здесь и приросты, и пасынки, и инжирки. В общем, много чего. А вот здесь вот висят три плодика. И вот два старых, прошлогодних, с которыми я его уже купила этой зимой. У меня тут на балконе пока такой полный беспорядок. Потому что много чего приходилось пересаживать, особенно рассаду. Постоянно ее нужно туда-сюда. С маленького в больший, с маленького в больший. Горшочки я использую вот такие вот у меня. Так. С под сметаны. Просто стаканчики с под сметаны. С дырками, ножницами, которые проделала. И вот такие вот. Это из-под ягод. У нас в таких ведерках ягоды продаются. И вот есть без дырочек на дне, а есть с дырочками. Вот там, где с дырочками, у меня посажена рассада у них. Совсем забыла про бруснику. Вот она начала цвести. Вот кустик так раскидался. Ну, стал более рыхлым от ветров и всякого такого. Но зато она начала цвести. Вот он такой небольшой на самом деле. Тоже повыдавал новые приросты красивые. Так, ну а с этой стороны у меня кустик хризантемы. И многострадальный огурец, которому явно не понравилось быть на холоде. Тем не менее, уже штук шесть, наверное, плодиков мы уже съели. Внизу уже то, что созрело, созрело. То, что не созрело, отсохло. Да, его тут еще ветром колбасит. Вот, ну в общем, много вот таких вот пожелтевших из-за погоды. Но вот этот вот начал расти уже снова. Вот, то есть он какие-то желтит, но какой-то один обычно у него висит. Вот там у него уже верхушка. Надо будет его уже скоро опускать вниз, а то дорастет тогда соседей. Кошка уже просится домой. Да, нуки. Закрылись тут на балконе. Кошка хочет домой. Пустите меня обратно. Надоели вы со своим балконом, да, нуки? Она у нас по ночам гуляет, а днем отсыпается потом. По ночам мы ей оставляем балкончик открытым. Она на нем замечательно, с удовольствием сидит. Ну и на этом обзор моего огорода на балконе закончен. Да, нуки? Я надеюсь, что скоро здесь поубираю. По крайней мере, поубираю те растения, которые должны быть высажены в грунт. Можно будет уже попылесосить, поубирать всякие мешки с землей, которые нужны для пересадки. Кошка, повернись к нам в лицо. Мне интересно, что там соседи сверху шумят. Тут у нас балкончики. Там никого сейчас нет, думаю. Да, можно переговариваться с соседями. Ну что ж, друзья, на этом все. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok